Петр Исаакович Гейлер Российский и советский художник-живописец Биография В шесть лет он с родителями переселился в Керчьи-Никале, где получил домашнее образование. Подготовившись в Одесском рисовальном училище, он в 1878 году поступил в Петербургскую академию художеств, которую окончил в 1883 году, получив звание классного художника первой степени. В 1886 году за картину «Посвящение Иоанна Грозного перед смертью в монахе» Гейлер получил звание классного художника первой степени. Первая его картина на вольный сюжет «Присяга евреев-новобранцев» была приобретена с академической выставки 1887 года Музеем Императорской академии художеств. С того времени Гейлер стал ежегодно выставлять картины на исторические и бытовые темы. Участник выставок с Петербургского общества художников Ахрер-общества художников М.А.И. Куинджи Императорской академии художеств. Как крупные работы Гейлера, так и мелкие, число которых достигает 200, почти всецело посвящены русской жизни и русской истории, еврейские темы весьма редко вдохновляли Гейлера. Только события последних лет существования имперской России с погромами, репрессиями и повальным бегством евреев из разгромленных мест вызвали у него несколько работ, рисующих исключительное положение евреев в России. Художник скончался 23 января 1933 года и похоронен в Ленинграде на Преображенском еврейском кладбище. Произведения П.И. Гейлера хранятся в ГТГ, ГРМ и других музейных и частных собраниях. Работы из крупных работ. Пашихонская старина. Отправка детей из воспитательного дома. Посещение приюта Домой Патронесой. Прием новобранцев. Иоанн Грозный и Юродивый. Николас Салус. Возвращение сельского старосты с коронацией Пушкин в селе Михайловском. Тактич. Соображение генерала. Неожиданное послание Павла I к Суворову. Малолетний Людовик Хави у Петра Великого в Париже. Гоголь среди великих друзей. Душа моя скорбит по Евангелию Марка. 14. Легендарный старик Федор Кузьмич и Д.Р. Следующие картины принадлежат к лучшим работам Геллера. После погрома. День траура Тишобов. За что еврей на вокзале и. Да коли о господи.